Заметки электрика Заметки электрика А это значит, что автомат с номинальным током, например, 16 А, в течение часа, не отключаясь, может держать нагрузку порядка 23 А. А автомат с номинальным током 25 А, соответственно, может держать нагрузку в течение часа порядка 36 А. И как показала практика, из моих экспериментов с 16 автоматами различных типов и различных производителей, это вполне себе подтверждается. Вот, кстати, кто забыл, прикрепляю сюда результирующую таблицу с итогами испытаний. Как видите, время срабатывания у всех разница, тем не менее, 4 автомата не уложились в отведенное для них время, то есть не уложились в 1 час. Вот, представьте себе, что кабель с сечением 2,5 квадратных миллиметра вы защищаете автоматом не 16 А, как положено, а с помощью автомата номиналом 25 А. Вдруг, по некоторым причинам, вы перегрузили линию до 36 А. Не нужно удивляться, такое зачастую бывает, особенно в зимнее время, когда включены различные нагреватели, да и вообще множество различных бытовых приборов. Автомат номиналом 25 А при токе 36 А может не отключаться в течение целого часа. А по кабелю, соответственно, будет идти ток, который превышает его длительно допустимый ток. Смотрим ПУА, таблицу 1.3.4, столбец для одного двухжильного кабеля в трубе. Ток, длительно допустимый ток равен 25 А. В процентах это составляет аж 44%. А если учесть еще и групповую прокладку в коробах или лотках, это согласно ПУА, таблице 1.3.12, то и подавно. Поэтому при выборе сечения жил проводов и кабелей для электропроводки об этом не стоит забывать. И вот вам, кстати, в помощь правильная таблица. Соотношение сечения кабеля и длительно допустимых токов. Конечно же, в рассмотренном примере за это время кабель не расплавится, но нагреться может достаточно сильно. А все вы знаете, что повышенная температура всегда подвергает изоляцию ускоренному старению. То есть сегодня нагрели, завтра нагрели, послезавтра нагрели, перегрели. Происходит ее, соответственно, преждевременное старение и растрескивание. Ухудшается изоляция, что в итоге приводит к короткому замыканию и прочим разным последствиям. А если еще учесть то, что в последнее время производители кабельной проводниковой продукции преднамеренно занижают сечение жил, то ситуация тем более усугубляется. Некоторые мои коллеги в интернете, причем с достаточно обширной аудиторией, ссылаясь на мое мнение, утверждают, что я не прав и сильно перестраховываюсь. Да, возможно это и так, и температура нагрева кабеля не выйдет за предельно допустимой нормы в 65 градусов. Но еще раз повторю про ситуацию с занижением сечения жил. Вы думаете, что приобрели кабель сечением 2,5 квадратных миллиметра, но по факту он может легко оказаться с сечением жил всего 2 квадратных миллиметра или того меньше. И при прочей равной нагрузке он может нагреваться уже гораздо сильнее. Поэтому я считаю, что данный факт мы как специалисты должны учитывать в том числе. И вот мы плавно подошли к сути самого эксперимента. Возьмем два силовых кабеля. Первый кабель у нас будет более качественный, с честным сечением жил и тому подобное. В качестве такого примера возьмем трехжильный силовой кабель 1К электро КС ВВНГ АЛС сечением 2,5 квадратных миллиметра. Вот у него здесь эта маркировочка есть. Кстати, этот кабель является новинкой на нашем рынке. И я считаю, что в скором времени он займет высокие позиции в рейтинге кабельно-проводниковой продукции. И буквально несколько слов о нем. Производителем данного кабеля является группа компаний специальной системы и технологии. Это крупнейший в России и второй в мире производитель нагревательных кабелей и систем электрообогрева. Несмотря на то, что жилки у кабеля однопроволочные, сам кабель является достаточно гибким. И согласно технических характеристик, минимальное значение радиусов изгиба у него составляет 6 наружных диаметров. Еще на его оболочке можно встретить вот такие вот метки. Это специальная разметка для удобства расчета длин при проведении работ или покупке кабеля. Вот они, через каждый метр идет такая меточка. Вот еще есть. Ну и еще скажу одну особенность, что каждая бухта кабеля 1К электро упакована в индивидуальную сумку. Точно такого же цвета, яркого, насыщенного фиолетового или фуксии. Как и сама оболочка этого кабеля. А соответственно, с этой сумкой кабель, бухту кабеля будет очень удобно транспортировать. В отличие вот от таких стандартных бухт, где приходится просовывать руку и одевать их по несколько бухт на руку. Кабель достаточно легко разделывается. Талькированные жилки легко отделяются друг от друга, не привариваясь в процессе производства кабеля. Как это часто встречается у многих других производителей кабелей. Вот он наш трехжильный кабель 3х2,5. Вот наши три жилки. Видите, сечение у них достаточно честное. То есть, видно, что жилки имеют хорошее сечение, не заниженное. Но это мы еще проверим. Также кабель имеет у нас две полимерные оболочки. То есть, внутреннюю, белого цвета, и вот эту наружную. Что, соответственно, и придает ему свойство устойчивости к воздействию низких и высоких температур. Пониженную пожароопасность. То есть, не поддерживает горение НГ. И пониженное дымовыделение ЛС. Второй кабель у нас будет ВВГ НГА ЛС. Также 3х2,5. Это у нас Екатеринбург кабель. Этот кабель менее качественнее. Что, в принципе, видно даже невооруженным глазом. У него явно заниженное сечение. Сейчас я вот сравню с тем, который показывал до этого кабель. Но, тем не менее, таких кабелей, подобных производителей, можно встретить достаточно часто на прилавках наших магазинов, на рынках, в торговых центрах. Прошу заметить, что оба кабеля изготовлены по ТУ. То есть, это не ГОСТовские кабели. А разница в сечении видна даже невооруженным глазом. Слева это у нас Екатеринбург кабель. Справа 1К электрокабель. Оба кабеля заявлены как 3х2,5. Естественно, что это у нас более простой кабель. То есть, 3х2,5. Три жилы своей в основной изоляции и в одинарной оболочке. Ну, коль здесь затронул тему сечения, то хочу высказать вкратце свое мнение. Я всегда придерживался того правила, что кабель должен соответствовать заявленному сечению, указанному на упаковке, на бирке, на его обозначении. Но, опять же, некоторые производители ссылаются не на то, что жила того или иного кабеля не соответствует сечению, ну, как в данном случае 2,5. А, мол, этот параметр учитывать не нужно. И сечение жилы нужно определять по амическому сопротивлению. Согласно ГОСТ, есть определенные параметры. Ом на километр. И, то есть, если замерить электрическое сопротивление двух жил, например, в кабеле, одного километра кабеля, оно должно соответствовать определенному значению. И вот только таким образом можно, как бы, с достоверностью сказать, соответствует кабель своему сечению или нет. Мол, якобы, физическое сечение жилы не играет важной роли. Я же считаю наоборот, что, коль указано 2,5, то жилка и должна быть, иметь физическое сечение 2,5 квадратных миллиметра. Не сгибается она. Видно, что это 2,5, честные 2,5. Здесь же жилка сгибается достаточно легко. Причем даже на конце. И видно, что она явно сечения у этого кабеля занижена. Ну, я в ближайшее время сниму об этом, скорее всего, отдельный видеоролик. Позамеряем сечение. Возьмем несколько разных бухт. И посмотрим, как у них разнятся сечения. А потом измерим их амическое сопротивление с помощью микроометра. И сравним, соответствует ли оно все-таки ГОСТу или ТУ или нет. Ну что, приступим к самому эксперименту. Отмерим по 2 метра каждого кабеля. Вот, нашли нашу меточку. Сейчас отрежем здесь. Ну, а вот наша вторая метка через длину 2 метра. Режем. В общем, вот у нас один отрезок кабеля готов. Это произвольный отрезок 2 метра. Я это взял случайно. Просто для удобства. Ну, чтобы не 1 метр, не полметра, а пусть будет немножко больше. Ну, и сейчас отрежем аналогично длины и второй кабель. Ну вот, наши кабели готовы. 2 кабеля одинаковой длины. Начнем мы с нашего ванки электро. В общем, я подключил наш первый кабель, наш первый экземпляр. Это автомат Hager MI116 на 16 ампер. Это у нас источник тока от нашего устройства, вам уже известного. То есть здесь приходит начало через автомат, дальше уходит через фазную жилку кабеля нашего, проходит через него. На конце здесь я установил ваговский клеммник, соединил белую жилу фазную, как бы фазную, синий, как бы с нулем. Заодно испытаем ваговскую клемму лишний раз. Почему бы и нет. Ну вот, в общем, ток приходит сюда, проходит через ваговскую клемму, уворачивается по синей жиле через весь наш кабель и уходит на конец источника. Таким образом мы имитируем прохождение тока по кабелю по двум жилам. Третья жила у нас остается не задействована, потому что это как бы аналог ПЕ жилки, то есть заземления. И в нормальном режиме через нее ток не проходит. Кабель нигде не уложен, ни в гофру, ни в короб, просто вот так вот лежит на открытом воздухе в помещении. То есть пока проведем эксперименты вот в таком виде, в таком состоянии. Сейчас в помещении у нас 20, ровно 20 градусов Цельсия. Как я уже говорил, длительно допустимый ток для медных кабелей сечения 2,5 квадратных миллиметра составляет при данных условиях, ну можно сказать так, 25 ампер. Вот мы 25 ампер и подадим. Ну вот начальная температура кабеля, как вы видите, имеет комнатную температуру около 17 градусов. 17, ну 18 градусов. Так что поехали. Подал 25 ампер. Время у нас пошло. Прошло у нас, ну почти 200 секунд. Ток 24,75. И наш автомат Хагер отключился. То есть это его условный ток расцепления. Благо, что данный автомат отключился за 200 секунд, а не как те 4 автомата, про которые я говорил ранее, они при данном токе не отключались в течение целого часа. Ну и здесь, естественно, что кабель нагрелся минимально. Это даже ощутимо вручную. За 200 секунд кабель у нас немножко нагрелся. 23 градуса где-то вот есть у нас. 21. Ну, клемма у нас также имеет температуру кабеля. Внешние оболочки кабеля. Ну, я думаю, надо подержать подольше, наверное. В общем, я этот 16-амперный автомат снял. Сейчас установил автомат на 25 ампер Хагер и навел ток 25 ампер. То есть этот автомат у нас отключился через 200 секунд, а я хочу подержать немножко дольше. Прошло у нас... Нагрелся кабель. Ощутимо нагрелся. А жила еще больше. Сейчас посмотрим, что есть тепловизор. Так, температура у нас кабеля составляет уже 31, 33. Максимальная температура на экране 35 градусов. То есть температура кабеля у нас составляет 35 градусов. Оболочки кабеля. Так, что у нас тут происходит с клеммой заодно? Давайте посмотрим. Так, ну, клемма у нас уже 46 градусов показывает. Причем сама клемма холодная, а вот жила. Максимальная температура жил 46 градусов. Так, это наш автомат. Тут вообще на автомате пятно 55 градусов. Жилка 44. Так, а теперь давайте поднимем ток до 36 ампер. То есть сымитируем ситуацию, когда к автомату 25 ампер подключен кабель с сечением 3 на 2,5. И посмотрим, до какой температуры нагреется кабель. Ну и, соответственно, клемма. 36 ампер. Время пошло. Подождем до срабатывания автомата, так как 36 ампер это ток условного рассыпления автомата с номиналом 25 ампер. То есть вначале сделаем вот такой рубеж. Там сколько выйдет? 100-200 секунд. Ну, посмотрим. А потом дадим уже более длительное время данный ток. Я думаю, что здесь кабель должен нагреться гораздо ощутимее. Особенно жилы кабеля. Как-никак данный ток превышает длительный допустимый ток кабеля на 40, практически на 45%. Это прилично. Ну да, вот он уже нагревается, уже чувствуется. Уже руки можно нагреть, кстати. А то у меня что-то холодно. 20 градусов всего в помещении. Так, ну, автомат Hager, слава богу, долго ждать не пришлось. Он сработал за время 221 секунду. То есть это практически 4 минуты. Вот он у нас отключился. А вот кабель у нас уже нагрелся до 42 градусов. Максимальная температура на экране. Лучше остывает, правда, немножко. 41 градус. Конечно же, 4 минуты это мало. Поэтому, что я сделал? Я 25-амперный Hager отключил. Вместо него поставил автомат с более большим номиналом, чтобы поддержать кабель подольше током 36 ампер. Ну вот, прошло время уже 1100 секунд. это практически 20 минут. Посмотрим температуру нашего кабеля. Ну а здесь картинка уже у нас поинтереснее получается. То есть, максимальная температура внешней оболочки кабеля составляет 55 градусов. Максимальная. вот я сейчас веду вдоль кабеля. То есть, она везде одинаковая. 57 даже вот где-то есть. а 57 градусов это практически предельно допустимая температура. Напомню, что она у нас составляет 65 градусов. Вот уже 59 максимально есть на экране. Так, что у нас здесь? Сама клемма у нас 50 градусов. провода у нас максимальная температура 70, максимальная вообще 75, провода 73. То есть, нагрелись даже выше предельно допустимой температуры. Вообще, кабель прилично нагрелся. То есть, если температура жил у нас 75 градусов и через двойную, через две оболочки нанаружи у нас 55, 57 и даже 59. Это очень горячо. Конечно же, при этой температуре кабель полностью не расплавится, хотя, в принципе, при 75 градусах может и изоляция и поплыть. Эксперимент с данным кабелем подтверждает то, что не нужно использовать автомат с номинальным током 25 ампер при подключении к нему кабеля сечением 2,5 квадратных миллиметра. Потому что в случае перегруза будет происходить подобного рода нагрев, а как я уже говорил, повышенная температура подвергает изоляцию ускоренному старению. то есть сегодня нагрели, завтра нагрели, послезавтра нагрели и происходит таким образом преждевременное старение и растрескивание изоляции. Она ухудшается, что в итоге может привести к короткому замыканию и прочим разным нехорошим последствиям. И это опять-таки все при условии, что кабель сейчас у нас проложен просто лежит на полу в помещении, где всего 20 градусов и достаточно хорошо охлаждается. Представляете ситуацию, если данный кабель положить в более закрытое пространство, лотки, полочки, какие-нибудь строительные конструкции замкнутые, да еще проложить несколько таких кабелей, то есть пучком и которые тоже нагружены соответствующим образом, то соответственно он нагреется еще больше. Кабель OneK Electro со своей задачей справился на отлично, но знаете, что даже такой качественный кабель при неправильно подобранном автомате долго не проживет. А это еще при условии, что кабель у нас используется с честным сечением жил. что же будет с нашим вторым экземпляром, я даже боюсь представить, но сейчас все проверим. Подключил я наш второй кабель, второй наш экземпляр аналогичным образом. Сейчас я автоматы Hager на 16 и на 25 ампер ставить не буду, потому что смысл объяснил в первом эксперименте. Оставлю текущий автомат с более завышенным номиналом. А для начала ток 25 ампер. Поехали. Ну что, прошла 1000 секунд. По аналогии, как мы испытывали и предыдущий кабель. Ну что могу сказать. Кабель по ощущениям очень и очень горячий. Нагрелся. А вот здесь картина получилась у нас очень интересная. кабель при токе 25 ампер нагрелся уже до 50 градусов. То есть его оболочка. Сейчас максимальная температура 59 градусов. Представляете себе? 61 градус. 60 градусов. Здесь в принципе клемма у нас не греется особо. 40 градусов. Максимальная 62. Жилки греются до в данном случае до 60 градусов. Это уже практически предельная температура их нагрева. И так как у нас здесь одинарная изоляция, то есть одна оболочка то и оболочка соответственно тоже очень хорошо прогревается. Напомню, что предыдущий кабель при токе 25 ампер его оболочка нагрелась до 35 градусов. Всего до 35. А жилки 44-45 градусов. Здесь же разница уже получается порядка 15 градусов. по температуре жил и порядка 25 градусов по температуре оболочки. А еще говорят, что сечение не имеет значения. Ну что, давайте наведем ток 36 ампер. Ну я если честно даже боюсь себе представить какие мы получим результаты. Все, 36 ампер. Время пошло. Ну в общем я не дождался тысячи секунд. Провожу замер температуры чуть раньше, потому что уже пошел запах плавления изоляции. До кабеля практически не дотронуться. Я вам сейчас покажу. И очень горячий кабель. Очень горячий кабель. Даже прикасаться горячо даже кратковременно. Он у меня уже прилипает к линолеуму в некоторых местах. собственно здесь и нечего удивляться. Вот пожалуйста температура около 100 градусов. Максимальная 102 105 103 105 градусов. Обалдеть. Ну вот смотрите максимальная температура 111 градусов. Это жилы. Сам корпус вага 63 там 65 а жила около 100 градусов. 110 вот. это очень много. Это очень и очень много. Ну что я думаю здесь делать какие-либо еще выводы бессмысленно. И так все достаточно понятно. Этот кабель от силы может проработает еще полчаса может быть час. Он уже мягкий становится. Все он уже поплыл. Сейчас его если убрать можно будет след увидеть на линолеуме. Отдвинул кабель видите от него идет след на линолеуме. он. Я думаю все наверное эксперимент с этим кабелем надо завершать. Вот 1200 секунд как раз прошло ток 36 ампер. Все выводы были подробно озвучены в процессе испытаний. В конце лишь добавлю что выбирайте качественный кабель с честным сечением жил и защищайте его должным образом. То есть автоматическими выключателями с правильными номинальными токами. На этом все. Если есть какие-то вопросы по данному эксперименту пожалуйста к вашим услугам комментарии. Если вам понравилось данное видео то обязательно ставьте лайки обязательно подписывайтесь на канал впереди много еще будет всего интересного также предлагайте какие-то свои идеи следующих экспериментов. На этом все. Всем спасибо за внимание с вами как всегда был Дмитрий автор канала Заметки Электрика до новых встреч Дмитрий